Всем привет и сегодня у нас очередная распаковка. Наконец я получил вот этот очень долгожданный сверток. Почему очень долгожданный? Потому что он добирался очень долго. Куплен он был 23 мая и вот сегодня 1 июля когда этот пакет только добрался до меня. Шел он очень долго. В основном очень долго шел он по России. В этот раз удивительно он как-то так петлял но наверное объездил всю Россию прежде чем попасть в Крым. Обычно последнее время посылки идут за одну неделю, а вот эта посылочка добиралась больше месяца. Здесь у нас фонарик такой очень хороший. Сейчас увидим какой тут фонарик. Стоил он 8 долларов и 72 цента. Сейчас он чуть дешевле. Сейчас он стоит 8 долларов и 41 цент. А продавец оценил его в 6 долларов. Ну давайте же его наконец-то откроем и посмотрим что это у нас такое. Больше там ничего нет. Коробочка конечно же помялась но это все равно выкидывать поэтому помялась да и помялась. Продавец все модель все на конверте указал. И вот наш фонарик. Упаковка точно такая же как и на сайте продавца. Какая-то крутая фирма Securiting или как она тут правильно считается Securiting не знаю. язык можно сломать и вот собственно наш вот такой большой фонарик да вот так у него зум фонарик у нас работает от аккумулятора 18650 литейного и также может работать от трех пальчиковых аккумуляторов либо батареек но 18650 у меня сейчас нету поэтому это мой старый фонарик очень яркий в принципе вот этим фонариком я очень доволен яркость конечно обалденно у него но у него есть минус у него не регулируется яркость и за счет этого аккумуляторы конечно садятся быстро когда ухожу в походы то ну у нас по нормальному его хватает только на два вечера когда ухожу там на четыре на три дня на четыре то под конец уже светит очень светло и надо менять аккумулятор или батарейки сюда их с собой таскать этот должен быть ярче у нас и плюс ко всему у него регулируется яркость у него 7 7 режимов у этого фонарика так а это у нас для 18650 видимо такая проставочка давайте хоть посмотрим работает ли он вообще он должен работать как его вставлять то там у нас плужинка честно не знаю как по идее так сейчас проверим точно светит ярче свет у него а вот и вот него режима стробоскоп то есть легким нажатием на кнопочку вот не до конца даже вот я просто как бы дотрагиваюсь и переключаю режим вот у нас самый тусклый режим памяти нету то есть надо будет каждый раз переключать режимы это конечно минус но плюсы есть другие свет у него немножко синеватый или может мне кажется вот этот вот теплый свет но это тоже не проблема светодиод можно всегда поменять на другой в общем надо его конечно проверить ночью не днем да светодиод у нас тут и стоит именно т6 я сейчас открыл документацию на него и т6 у нас это холодный белый если хотите нейтральный белый то надо искать со светодиодами т5 либо т4 но они светят уже менее ярко не так ярко как этот светодиод этот у нас максимальном режиме светит на 600 по документации на 690 люмен при этом потребляет 2 ампер то максимальном режиме по документации вот такой вот он видно нам светодиод стоит с нензочкой сделано в общем достаточно толково достаточно надежно все смазано сделано неплохо так что сказать работает более подробно вы можете пройти по ссылочке на продавца и прочитать о нем на сайте но если будет интересно я могу заснять обзор если интересно пишите под видео я тогда сниму на него более подробный обзор и вам тогда все покажу будет зарядить аккумулятор и посмотреть как как ночью лупит ну в принципе на этом все фонариком я доволен фонарик не будет нужен все всем пока пишите в комментариях свое мнение нужен обзор не нужен ну и вообще пока пока